В Новосибирске и области начало лета 2024 года отличилось необычно малым числом разрешенных к открытию официальных пляжей. На территории Новосибирска на сегодняшний день у нас несколько мест открытых для купания существует. Если посмотреть на реке Обь, в нижнем так называемом бьефе реки Обь, это у нас, пожалуй, только один пляж, широко известный, это пляж Бугринская роща. Остальные пляжи находятся в области и на Новосибирском водохранилище. Самые близкие к городу официальные места отдыха расположены в Советском районе. Хорошо известный также пляж у моря Обского, там это парк отдыха, там сосредоточено сразу четыре пляжа. Они идут один за одним и обычному человеку не понять, что разные пляжи, но тем не менее их там четыре, это пляж детский, галечный, каменный и так называемый бумеранг. Также купаться можно в окрестностях Бердска на пляжах Дюны и Старый Бердск, в Кольцово на водоеме в парке отдыха и в Тагучине, где также зарегистрирован официальный пляж. Все остальные недоступны для массового посещения, так как находятся на территориях детских лагерей, пансионатов и баз отдыха. Может нехватка защищенных оборудованных мест отдыха у воды, может жара и до сих пор холодная вода в обе, а может еще какой фактор повлиял, новым ЧАС отмечают. Тонуть в Новосибирской области стали намного чаще. За прошедший период 2024 года у нас на территории Новосибирской области погибло на воде уже 28 человек, из них 11 детей. Если посмотреть аналогичный период прошлого года, у нас 21 человек погиб. В этом году вы видите, лето достаточно такое жаркое началось. И вот буквально вся эта гибель произошла за последние две недели. Чаще всего тонут там, где дно никто не проверял, скорость течения не замерял и не определял риски купальщиков. То есть в местах неорганизованного отдыха у воды. А вот причины бывают разные. Конечно же, основная причина это в первую очередь из жаркой погоды, когда люди у нас окунаются в холодную воду. Очень часто происходят судороги у людей, они не справляются. В связи с этим начинают тонуть, паниковать. Следующий момент, конечно же, это течение. Вот несколько людей, и, к сожалению, несколько ребятишек у нас утонуло именно как раз из-за большого течения. Их начинает сносить, они начинают паниковать, но, к сожалению, не справляются с течением и тонут. Были несчастные случаи и при нырянии с высокого берега. А что же запреты на купание? К примеру, на пляже Бугринская роща 26 июня были вывешены предупреждающие аншлаги и красный флаг, который означает полный запрет купания. Но жара людей все равно загоняет в воду. Ну, где еще купаться? Ну, где освежиться можно? На улице, извините, пекло. Оборудованного ничего нет. Всем все равно, походу. Так все равно, да? Да. А вы не боитесь, из-за чего там заключается? Воронки тут есть. Глубоко. Рыбы. Все равно купаете? Да, все купается. Это жарко, а дома сидеть не вариант. Ну, пляж очень чистый, очень жарко и очень классно. Люди классные. Видимо, для снижения статистики трагических случаев на воде одних запретов недостаточно. Возможно, смогут помочь выправить ситуацию карательные меры в виде административных штрафов. Но опять же, кто-то должен этим заниматься. И если на официальном пляже допускаются такие массовые нарушения правил, никто на них не реагирует, то что говорить о так называемых местах одиночного купания, которые могут быть на любом из участков любого водоема?